Категория 1А – высшая в российском теннисном турнире. Попадают на подобные соревнования спортсмены с большим багажом рейтинговых очков. Бороться за куба главы Сочи приехали 14-18-летние девушки-юноши из Москвы по Волжье, Урала и Сибири. Все они сильнейшие в своих регионах. В одиночном и парном разрядах теннисисты, как всегда, борются за заветные очки, а на сочинском турнире они ожидаются достаточно высокие. Турнир самой высшей категории 1А. Дальше уже только турниры федерационные. Это первенство России, чемпионаты России. Только они и выше идут. Поэтому для детей это, так скажем, первый этап во взрослую жизнь. После этого только уже взрослый теннис. Для самих сочинцев этот турнир – возможность набраться опыта. Многие здесь готовы просто играть, не рассчитывая на очки. Я играю по старшей категории. Я первый год по 12-летним, а тут я уже по 14 играю в своем городе. От меня никто ничего не требует, не добивается. Ну, сказали, играю спокойно. Никто ничего от меня не ждет. Ну, а все равно какой-то поставил перед собой? Ну да, полуфинал, как минимум. Я приехала в Сочи, чтобы занять первое место и доказать, что в Ростове тоже умеют играть. Борьба началась с первых минут. Накаляется на кортах не только песок, но и страсти. Мириться с поражением большинство не согласны. Эмоции говорят сами за себя. Это теннисистка из Санкт-Петербурга. В своем городе она считается достаточно серьезной спортсменкой. Но в паре с Сочинкой мастерства все-таки не хватило. Местных ребят давно называют самыми опытными и перспективными. Подтвердил это и судья всероссийской категории. Олега Анчутина специально пригласили из столицы провести данный турнир. В целом же специалисты отмечают небольшой спад в этом виде спорта. Российские теннисисты теряют свои позиции. Держится пока одна Мария Шарапова. Поэтому надежда только на подрастающее поколение. Нынешняя молодежь побеждает в юношеском Ролан Гаросе, выигрывает и на Уимблдоне. Будем надеяться, что и сочинский регион, так скажем, Краснодарский край внесет лепту свою. Потому что очень много детей, очень много хорошо играющих. Поэтому будем ждать. К слову, сочинцы одержали очередную победу в Армении на международном турнире. Наши земляки заняли все ступени педестала. Игорь Кырпа, Инга Габеши, Адемин Даниловский, телекомпания ФКТ.